Давайте начинать. Спасибо всем, что пришли после представления Никиты. Я думал, вообще никого не будет поролена с ключевым докладчиком. На самом деле, не совсем, конечно, произбирать на компанию доклад, скорее про визуализацию, а лишь один из примеров. Меня зовут Александр Горник, вообще занимаюсь на разработке ПО довольно давно, в компании Mindbox, можно почитать за нас в Facebook, подписаться на мои обновления. Как оно вообще все началось? Когда-то давно, когда моя компания, я один из основателей, мы начали платить налоги, все полностью сделали официальную зарплату, и я посчитал, сколько все это стоит. Конечно, мой уровень гражданской активности очень сильно повысился, и мне захотелось что-то как-то улучшить, и я приобрел такое хобби, как политика. И, в частности, в 2012 году Навальный в своем блоге опубликовал вакансию исполнительного директора фонда борьбы с коррупцией, я отправил резюме, прошел отбор, и вот в 2012-2014 годах собственно работал этим самым исполнительным директором фонда. и повезло поучаствовать в самой избирательной компании. Думаю, надо рассказывать, что это такое. Точнее, в ее начале. Как вообще все это начиналось? В компании главой штаба был, возможно, кому-то известный Леонид Волков, собственно, айтишник из Екатеринбурга, который раньше был одним из совладельцев исковой контур, а теперь занимается венчурными инвестициями, стартапами. Он был же единственный человек, у которого был какой-либо опыт проведения избирательных компаний, он депутат Екатеринбургской областной думы. А в основном в фонде было множество людей, человек 10-15, которые работают с Алексеем, работали на тот момент, и, естественно, никто не знал, что такое избирательная компания, как вообще. Начали с брейншторма. Вот на этой доске, собственно, все собрались и начали обсуждать, из каких частей состоит избирательная компания, какие у нас примерно будут отделы, и, что очень важно, визуализировали девиз «It's all serious», потому что на тот момент, когда все это начиналось, это еще было до того, как собрали подпись муниципальных депутатов, не было понятно, будет ли это настоящая избирательная компания, допустим, до выборов или нет, поэтому один из важнейших моментов был это замотивировать людей, чтобы он достигнул очень простой, так сказать, способом простых девиз написали на доске. Собственно, вот уже результат этого брейншторма приведен в порядок, это структура отделов, естественно, поскольку это не разработка БО и непроектная история, люди более традиционные, все это как-то разбилось по отделам, назначили ответственных, но уже с самого начала Волков начал применять IT-шные практики, и перед этой доской мы начали проводить Daily Scrum. Стендап-митинги каждый день приходили, и руководитель каждого отдела рассказывал, что было сделано за день, какие есть проблемы, какие планы на следующий день. И по результатам этого Daily Scrum'а Леони писал огромное письмо, даже иногда не сам Леони, а последствия его секретарь, писал огромное письмо, где было расписано, какие у нас задачи, какие проблемы, кто что делает, какие есть заблокированные задачи, потому что, естественно, в такой структуре есть очень много связей, там, контент, дизайн, ну и так далее, то есть взаимосвязанные, заблокирующие друг другу задачи. И, собственно, когда я видел эти письма, буквально во второй день, я понял, что мы можем их не писать, используя то, что я пока называл Kanban доской, хотя, на самом деле, конечно, это не Kanban доска, вот я последние два дня был на тренинге Дэвида, который сегодня открывал конференцию, теперь я знаю, как это называется, это называется Proto Kanban. Но, собственно, что мы сделали? Мы просто по вертикали расположили отделы, по горизонтали, временные, скажем так, стадии, то есть план, ближайшие задачи, что у нас в процессе и готово. Купили специальные няшные магнитные ленточки, которых нет в комусе, за ними надо побегать в Москве, но они позволяют просто моментально любую доску превратить в Kanban инструмент очень быстро, и, что самое главное, быстро и легко менять процесс. Ну, стикеры, все понятно. И сразу же, сразу же, на самом деле, решили проблему вот этих писем. То есть мало того, что долго доски их нужно было писать каждый день, самая проблема большая с письмами, их нужно читать. А на самом деле даже в IT и разработки далеко не все осиливают, прочитая двухстраничное письмо. А когда речь идет о традиционной предработке, а тем более политические активисты, то, конечно, не все вообще постят еще привыкли пользоваться. Доска эту проблему решает моментально. Стендапы стали проходить у доски. Да, что еще? Что еще? Хочу сказать. Это не Kanban. Почему? Потому что нет никаких ограничений на working process. Собственно, нет никаких даже стадий процесса. По сути, вместо стадий, ну, максимум в работе и не в работе. То есть простейшая шкала. И самое главное, по-моему, на мой взгляд, что это отличает от Kanban, здесь нет value flow. То есть какие-то задачи, например, разработки сайта, они делятся на этой доске по отделу. Начинают блокировать друг друга и где-то даже, может быть, дублировать, потому что над какими-то задачами должно работать несколько отделов. Но преимущество в том, что такую доску можно сделать в абсолютно любой классической организации, не меняя ровно ущерба ничего. И я покажу дальше. На мой взгляд, эта доска сразу дает огромное преимущество в виде визуализации происходящего. Собственно, начали проводить daily stand-up у этой доски. Покажу несколько фоточек. Хочу обратить ваше внимание, что визуализация не ограничилась досками, не экономили на этой истории. Вот на задней стене вы можете видеть множество распечатанных листков. Это фотографии, контакты от всех муниципальных депутатов города Москвы. Больше тысячи. Они просто были распечатаны на стене, на них делались пометки. На этой фотографии также сидит Максим Кац, который потом перенял много техник в визуализации. Тоже немножко об этом расскажу. И, собственно, что мы заметили, как следующая эволюция, как процесс эволюционизован. Сразу же, конечно, мы уперлись в том, что ряд задач критически и ряд задач блокируются. И мы поменяли доску. Поменяли доску, выделили в разделе процессе, выделили колонны для заблокированных задач, чтобы явно их выделить. А особо приоритетные задачи стали красные прибежи. Совершенно простые путем. Естественно, никаких одних систем, да? То есть, вы поймите, вот эта компания, там не было никаких, не знаю, фактореекеров, системы отчетов, вообще ничего. Повторюсь, люди работали, многие из которых даже почту электронную регуляцию не проверяют. Эта штука за 30 секунд у серии решила все проблемы менеджмента. При этом, на самом деле, очень быстро приходили новые люди. То есть, началось там с 5-6 человек, буквально через неделю, через 2, это уже было 20-30 человек. А никаких дополнительных инструментов, никакой структуры, естественно, не было. Отделы, это все начало появляться потом. И доска решала абсолютно все вопросы менеджмента, которые нужно было решать. Какую еще проблему решила доска? Проблема передачи дел. Леонид Волков летал примерно 2 раза в неделю в Екатеринбург. Алексей, в общем-то, в основном занимался обзвоном муниципальных депутатов. Тем не менее, если нужно было, человек, который не читал переписку, не ходил на daily stand-up, или ходил нечасто, и вообще был не очень в курсе происходящего, мог подойти к доске и провести daily stand-up. Прямо сразу. Не читая ничего. И полностью погрузился в курс дела. Он видел критичные задачи, видел их суть. Рядом стоят люди, которые могут про них что-то рассказать. И это очень продуктивно и очень хорошо. Также, конечно, доска решает проблему мотивации. Потому что когда мы видим, что в колоночке готово кончается место, это реально мотивирует людей и всем очень приятно. Что было дальше? Это был первый этап избирательной кампании до того, как произошла официальная регистрация кандидата, когда была первая версия сайта, первая версия программы, сбор подписей, который менеджился другой командой. Это была не вот эта часть с доской. Когда его зарегистрировали, когда пошел поток пожертвований, и сняли офис в центре Москвы, произошел взрывной рост. Чтобы вы понимали, там за два месяца примерно с 20-25 человек до 400-500. И там, конечно, комбан в чистом виде не взлетел и не мог взлететь. Потому что он оцелит на эффективность. А когда такой рост происходит, там уже совершенно другие процессы. Вот это, это просто летучка. Причем не конца кампании, не середины. И здесь только ключевые люди отделов. Волков забирался на какой-то постамент подручный и, собственно, проводил летучку. Ну тут уже, конечно, и писем не было, как таковое обобщающее, потому что проблемы решались просто бросанием новых людей на эти проблемы. К сожалению, это неизбежно с учетом обстоятельств, с учетом того, что не было времени подготовиться, и все это вот так вот с колес стартовало. Тем не менее, не знаю, может быть это немного моя заслуга, мне приятно так думать, но вот эта история с визуализацией, она зацепила и, на самом деле, не сдавалась. Это вот с самые первые дни открытия молодежского штаба на лябином переулке, начали тоже привозить туда эти доски, потихонечку визуализировалось сначала самая простейшая вещь там, что нам нужно, первый пикет и первые кубы. Естественно, никаких айки-систем пока еще не было. И визуализация людям нравилась. Все это развивалось, купили очень много лент, очень много досок. Это вы видите где-то уже середина компании, когда там было примерно 20 кубов в день. Каждая строка это куб на какой-то станции метро, и там просто галочки, не знаю, доставили материалы, сколько волонтеров, еще что-то там, сколько раздали и так далее. И все разбивалось. В основном этим занимался Максим. Как мне показалось, он проникся вот этой идеей с досками. И практически все эти системы пока не создавались, а какие-то и не были созданы, в общем-то штабе заменялись досками, фломастерами, стикерами. До там самых последних дней, когда уже все это разрослось до масштаба 150 кубов в день, я так понимаю, что основная отчетность и то, что называлось ситуационный центр, это была просто доска или несколько досок, на которых отчитывалось. И только потом, когда уже на доске переставало помещаться, что-то переносилось в IT-системы, и в частности там то, что вы видели, всякий там дом Навальный Ру и прочее. Я в этом, кстати, уже не очень участвовал по различным причинам, но это как бы другая история. Собственно, по избегательным компаниям, это, пожалуй, все, что я вам буду сказать, про использование у меня технологий. У меня еще вторая часть, это бонус про разработку, как это все немножечко развивалось, в частности, применяется в моей организации. Хочу вам показать несколько досок, как у меня устроены. Сначала доски команд. У нас три команды, пять разработчиков. Вот это доска одной из команд. Что у нас здесь есть? Вот это бэклог. Очень грубый пул задач, частично приоритизированный, частично нет. Приблизительно 1-3 месяца. Это, собственно, сама доска, юзер истории. Вот здесь work and process limit. Тоже, в общем-то, никаких особых этапов нет, потому что мы обходимся без тестеров, без аналитиков. У нас как бы так все, в общем-то, в команде просто функционально делается. Ну, требования поступают уже, как бы, более или менее в хорошем состоянии. Юзер истории оценивается в story point. Мы, естественно, как и многие другие, тоже со скрама потихоньку переходим в kanban. Мы еще не достигли такого полного просветления, как David рекламирует, когда ничего не оценивается. Все истории более нестандартные и можно просто считать лоб. Но, тем не менее, мы оцениваем в story point. Считаем скорость. Понедельно. Сколько приблизительно story point за неделю успевает проехать. И лид тайм. Тоже понедельно. Вот здесь ребята посчитали и показали среднее. И даже уже считают тренды среднего лид тайма и средней велосити. Что это позволяет сделать? Я могу подойти на доску, посмотреть на оценки. Например, в работе там, я не вижу без очков, ну, предположим, там 6 story point. И, на самом деле, глядя на историю скорости, я понимаю, что с очень большой вероятностью вот это будет сделано за неделю, а вот это там еще за одну неделю. И поскольку эти story point относительные, мы можем собраться командой, и вот часть задач в бэклоге тоже оценена в скобочках, там 4-3. Я могу примерно спрогнозировать, сколько этот бэклог займет. При том, что эти задачи не гиддализированы в нем, и мы очень мало времени тратим на их оценку. Это, по сути, просто обсуждение и относительная оценка относительно какого-то элемента. Ну, что еще здесь есть из визуализации? Есть вот такая штука, которая мне очень нравится. Ой, прошу прощения. Значит, это придумал скроммастер. Прочитал, по-моему, в какой-то книге или на тренинге, ему рассказали, что в каком-то стрелитейном заводе они вешали, сколько дней проработала бригада без серьезных инцидентов, когда кому-нибудь оторвало руку или еще что-то случилось. Вот, на нашем случае, конечно, руку не отрывает, но у них там критическая система в поддержке, и под инцидентом понимается, когда что-то дошло до клиента и поступила такая-то жалоба. Вот этот шевчик 12, это значит, что прошло 12 дней без инцидентов. И, соответственно, есть история. И команда пытается идти на рекорд для того, чтобы, соответственно, больше дней прошло без инцидентов. Ну, архитектурка, естественно, и даже еще место на доске осталось для всяких обсуждений. Вот вторая команда. Доски разные, так исторически сложилось, и каждая команда сама формирует, что у них происходит. Тоже есть, естественно, скорость и read-time, вот здесь в уголку, вот здесь. Но эта команда предпочитает оценивать не в story point, а в размер mine. И, собственно, размер бумажки — это размер задачи. Маленькие бумажки 2, средние 8 и большие 20. Ну, опять же, просто пальцем в небо исторически так сложилось. Решили, что будет вот так. И вот в этих попугаях, в тех же самых story point считается скорость команды. Здесь цветовое кодирование используется. Красные — это баги, зеленые — это, по-моему, фичи продукта, а желтые — это кастомизация. Ну, так им удобнее. Что здесь еще удобно? Магнитики показывают, какой разработчик над чем в данный момент работает. Очень удобно, прямо сразу видно, кто что делает, когда несколько человек работают на задаче. И здесь мы еще используем выделенные полосы. То есть верхняя полоса — это суперсрочная задача, когда менеджеру нужно, чтобы быстрее, так сказать, вне всех запланированных историй все прошло в доверчивости бумажка. Еще одна выделенная, две выделенные полосы — это приоритет для неких фичей, где мы решили, что хотя бы одна история из каждой из этих фичей должна быть в разработке. Ну, а внизу — это текущая деятельность. Как, опять же, я вчера и позавчера выяснил, в теории компании это называется «Classes of Service», класс услуг. Посмотрите подробнее на слайды Дэвида или, может быть, книгу его, почитайте. Там все это очень хорошо описано, я лучше не сумею. Мы дошли до этого, так сказать, эмпирически путем каких-то экспериментов и посещения agile days и смотрения на то, как у других сделано. Третья доска, третья команда тоже достаточно похожа. Единственное, что здесь еще более мелкие задачи. Они предпочитают оценивать в часах, что, в общем-то, сути не меняет. Все равно что часы, что стори-пойнты, скорость считается, летает считается. Точно так же магнитиками показывается, кто над чем работает. И здесь вот особо круто, да, то, чего всегда хочется добиться, это за счет того, что есть working process limit. Мы видим, что несколько человек работают над одной юзер-историей. И это на самом деле, на мой взгляд, я сторонник разделенного владения кодом. И это очень важно, чтобы люди менялись областями знаний. Потому что обычно, по крайней мере в моей практике, очень трудно убедить программистов можно отойти от концепции вот это мой кусок, а вот это твой кусок. На самих бумажках, поскольку команда работает с маленькими задачами, и так там опять комфортнее, на самих бумажках написаны номера тикетов в баг-трекинг-системе. Все это можно проследить в баг-трекинге. На нескольких юзер-историях есть много тикетов, там все это сгруппировано, идут обсуждения, коммиты туда, то есть вся эта система есть. Просто она визуализируется с помощью доски. Галшки у него по каждой тикет отмечаются, когда он сделан, прогресс виден. И это позволяет точно так же подойти и сразу понять, что вообще глобально происходит с командой, через сколько, например, она освободится и через сколько будет сделана задача. А вот это та доска, которую я, в общем-то, сделал по итогам своего вовлечения в избирательную кампанию. Мне очень понравилось, как это получается, то есть я всегда мечтал сделать камбан на уровне кампании, но это были какие-то такие абстрактные наживания, которые не очень понятно пределы. А когда я получил вот тот опыт, я пришел к себе и сделал ровно то же самое, собственно, то же, что советует David. Возьмите ваш текущий процесс и отразите его как есть. Я по вертикали расположил команды и обособленные группы, то есть вот DEV1, DEV2, DEV3 — это три команды разработчиков, аккаунт группы — это группа менеджеров, project-менеджер — у нас он там один, аналитик, IT-департамент, DEV2 — тоже у нас один CIO. И там все остальные — это продажи, финансы, топ-менеджмент и так далее. И, собственно, отразил на доске вообще все, что происходит в компании. У нас 35 человек на текущий момент. И мы стали раз в неделю в этой доске проводить стендапы. Ну, даже не стендапы, кто-то сидит, неважно. Синкровизационные митинги, так мы их называем. На этих бумажках даже не какие-то задачи по разработке, ну, то есть когда мы говорим о DEV1, DEV2, DEV3, конечно, это какие-то фичи, какие-то крупные, может быть, юзер истории. Естественно, не все, которые попадают на их доски. А для остальных отделов это просто какие-то ключевые deliverables. Я стараюсь, чтобы каждая бумажка имела четкий definition of done в виде какого-то deliverables, например, письмо или документ, или заведенные баги, или, я не знаю, в крайнем случае проведенное обсуждение, да, там, когда все счастливы, кто-то пришел, что-то произошло. Но вот чаще всего это все-таки письмо или документ. На цвета здесь все это пока очень ранняя эволюция, все это быстро эволюционирует. Я думаю, я все это переделаю по итогу вчерашнего обучения. Но цветами я здесь обозначал просто новые вещи, которые я добавляю из недели в неделю, потому что она большая достаточно, чтобы не путаться и отслеживать, что новое, о чем надо сказать на митинге еженедельно, а что старое, можно как бы уже пропустить. Это, в общем-то, тоже такой протоконбакт, но, тем не менее, я ощутил огромную пользу от этого, потому что эта доска, она реально провоцирует обсуждение. Люди понимают, какие задачи, какие приоритеты у компании и что, например, интересует меня. Люди приходят, развешивают свои бумажки, обсуждают эти бумажки, обсуждают, что ожидается. На бумажках пишутся дедлайны ближайшие, точечками отмечаются, если они пропускаются, сдвигаются и так далее. Польза огромная. И польза даже для меня, потому что, несмотря на то, что я сам использую GTD, GTX-Dance системы уже много лет, и у меня там масса всяких штук, куда я все записываю, и есть у нас компания Basecamp, и я для себя использую задачи в Outlook и Workflow, и Бог еще знает что, но, тем не менее, когда я добавил эту физическую доску, мне лично стало легче. Я повесил на нее все, что меня реально волнует, и меня снова запустило. Просто вот она висит в кабинете, я на нее смотрю и сразу вспоминаю, где какой статус, что происходит, и это намного удобнее, чем любой электронный инструмент, который я в деле бы видел и пробовал использовать. Собственно, если вот что-то вынести из этого доклада, то как раз предлагаю вынести вот этот простой способ, очень практический. Можно не изучать комбан, не читать книги, взять доску, ленты, марки, по горизонтали сделать план ближайшей задачи в процессе и готово, а по вертикали расположить какие-то обособленные группы. Это может быть индивидуальный человек, это может быть департамент, это может быть что угодно, лишь бы у этого был какой-то конечный начальник. И, собственно, расположить по ней задачи. Deriverable. Профит абсолютно немедленный. И дальше уже можно эволюционно это улучшать. Пытаться выстроить value stream, ставить ворконтротские миды, выделять полосы, убирать полосы. На самом деле, это все придет в процессе. В принципе, это все, что я хотел рассказать. Как такой сайд-эффект приятный, у нас теперь есть в России пара политиков, которые в курсе про прикольные гибкие методологии разработки, прониклись в визуализации. Вот эта фонточка в свое время какая-то там кусочек фонточки доски Алексея, которую он попросил себе сделать в его кабинете через некоторое время после кампании. Так что, может быть, когда-то это будет иметь какие-то долгосрочные позитивные эффекты. Ну, наверное, это все. Задавайте вопросы, если есть. Есть вопросы? Да, пожалуйста, сейчас я очки надену. Лучше видеть, спрашиваю. Смотрите, у нас будет очень интересная визуализация. Фактически, это у нас не тренд-дейс-свезд. У вас собрались девелоперы, девелоперы знают, что там жира, в каком состоянии. Знаете, мне очень сложно свернуть команду, сказать, что Петров, ты делаешь мне жир. Я тебе жду, что Петров, он вам всегда, мне к квартатному числу заделили некоторые скобы. Мне, в принципе, не важно, что Петров делает такой жир. И так далее, и так далее, и так далее. Ни на одном из ваших курсах я не увидел, что я собрал команду, я сказал. Господа, вы знаете что? 1 января мы выходим. Мы понимаем, что 1 января у нас необходимо, чтобы окно было зеленое, окно круглое, и все вертело и пристало. Мы это сможем достичь элемент. То бишь, получается как, у нас есть движение, есть стандартная точка, но команда каждый день не видит, куда она идет. У вас есть вопрос? Вопрос о чем? Что для девелопера, как коммуницировать бизнес-девелопера? Потому что девелопер сидит в своей джире, правильно я говорю? Да. Девелопер сидит в своих тасках, и ему кажется, что если он там написал охранимую процедуру, то от этого стало хорошо. А на самом деле это хорошо не стало. Доска обозначена совершенно для движения в этом направлении. Как только... Что такое вот эта доска? Это упражнение по группировке тикетов из бактрекера в некоторые вменяемые юзер истории. И если вы прочитаете Kanban, то там скажут, что у каждой колонки должны быть четкие визуализированные критерии. Вот у нас есть колонка приемка. То есть история принимается целиком, принимается менеджером. Соответственно, как только вы попытаетесь это сделать, вы вступите в измеряющую дискуссию с техническими ребятами, с девелоперами о том, что такое юзер история, каковы ее критерии, как она принимается, и почему вот эта кучка тикетов не принимается и не является законченной юзер истории. И это начнет выплывать. Это первое немедленное преимущество, которое мы получаем. Насчет коммуникации приоритетов, там такой тоже был вопрос, как понять, что там жесткие даты и дедлайны. У нас этого пока нет, это то, что я сам не знал, как сделать. Вот Дэвид рассказал вчера на тренинге, я не успел, к сожалению, у него отрезали 15 минут от доплаты, и он не успел в своих слайдах об этом рассказать. В Kanban это называется classes of service. То есть он предлагал, в частности, на тренинге различными цветами кодировать задачи в зависимости от то, что называют cost of delay, стоимость задержки данной бизнес-истории. И он приводит на тренинге замечательные методы, каким образом очень быстро распределить вот эти задачи от юзер истории по критичности с точки зрения бизнеса. Ну, все я, наверное, не расскажу, надо книгу читать, но простейшее это вид кривой вот этой зависимости стоимости от задержки, от времени. То есть есть задачи, у которых очень жесткий дедлайн, типа не уложились к первому числу и дальше начинается очень плохо. Это один класс сервиса, и для него выделяется, например, одна полоса или один цвет. Есть задачи, у которых задержка более или менее линейно возрастает от времени. Это другой класс задач. Ну, и так далее. Не смогу сейчас все это сам раскрыть, потому что только вчера узнал. Но это путь в том направлении. Ну, у нас это не отражено, потому что у вас нет такой проблемы. То есть как бы мы эту проблему решили, у нас есть там все, нет особо, не бывает практически блокированных задач. Но, опять же, в Kanban есть для этого инструменты. Есть, можно делать специальную очередь для заблокированных задач. Можно делать, собственно, основная идея какая, что когда вы вводите, реально вводите working process limit, то когда задача блокируется, вы начинаете в него упираться. И Kanban, и вообще, если вы почитаете, откуда это пошло, встает, весь смысл именно в этом, что за счет того, что вы ограничиваете количество бумажек в работе, вы немедленно начинаете видеть узкие места, где скапливаются очереди. И вы начинаете это разрешать. Опять Дэвид об этом вчера рассказывал, как это делается в Kanban. Делается несколько сервисных DOS, устанавливается SLA между ними. Он рассказывал математику, как все это прогнозировать. То есть это немножко, конечно, out of scope. Я не могу в двух словах рассказать. Но мы, например, очень хорошо видим, когда провисает приемка. То есть менеджеры не успевают, например, проверить. И разработка, формально вообще говоря, соблюдая вот эту ситуацию с ними, не должна приступать к новым юзер историям. Что происходит? Ну, они, например, берут и начинают тебе долг делать. И менеджмент сразу бегает, что как это так? Разработка не делает что-то полезное. А почему? Потому что мы не приняли. Это сразу коммуницируется, и люди мотивированы, чтобы, собственно, вот эти узкие места разрулить. В следующем докладе говорится о разных международных, как можно с маусом, например, и полуопорядочных. У вас сразу условия, когда каждый могла с этой международной и на вашу среду, каким-то образом это случилось? Или вы просто понимаете, что не можете завершить? Какие-то можно работать? Ну, вот, собственно, как я и говорил, вот эта верхняя полоса это специальная полоса для срочных задач. Она отражает то, что жизнь такова, что вне зависимости от того, что у нас в практике еженедельное планирование, и мы берем скоб на неделю, заполняем тост и ждем, пока он рассасывается, жизнь такова, что бывает менеджмент нужно прибежать и воткнуть что-то, и это исходит от клиента. У нас для этого есть полоса сверху и есть политика, что для каждого тикета, для каждой истории, которая туда помещается, когда она делается, менеджер должен объяснить разработчикам, а почему она действительно была настолько срочной, что ее нельзя было отложить до следующего еженедельного планирования, это уж никаким образом никак нельзя было в план ставить. И поскольку все это происходит на еженедельной планировке, где в частности присутствует я и другой топ-менеджмент, то в целом это создает правильное давление. То есть я прихожу и сразу вижу, что у нас на этой неделе было 4 срочных задачи, из которых было 2 бага, 2 пастемизации для клиента, а в зеленых вообще непонятно что, я сразу хочу об этом поговорить, потому что как это там, фича продуктовая была срочная, непонятно. Но вот это отражает жизнь. Еще какие-то вопросы? Тогда, наверное, все, мне тут уже подсказывают. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ